Георгически отходим Смотрите, лед Наш великолепный корабль Сашка, Некрасов, Семен на руле И вон туда, в сторону юга мы пойдем А это провожающий Ну что, будете нас ждать? Да Привет, Филиппиночка Аккуратно только Так мы выходим, посмотрите Ломаем лед Хотя там толщина Не больше 2-5 сантиметров Мы просто Еле-еле пытаемся выйти Пойдем из ледяного плена Ковани Яхуба 7 фута Идем на оформление Вот так вот Такол выглядит наш Вот так Осталось еще вот столько И только теплое море Эта ледина пойдет с нами Походим Андрей, отойди Все Сняли Креативить И изготовить такую штуку Называется шлагбаум для холодильника Временная мера Чуть попозже закрепим Короче, выглядит вот так И все И туда задвигается Соответственно, доступ в холодильник есть Если надо Выставили все Все И он заблокирован Планируем завтра замок повесить еще Субтитры сделал DimaTorzok Короче Ёпта, посмотрите Кстати, на улице прикольно, не холодно Но вот этот вот бордачос такой интересный Вот Просто Хайфули Говорят, дельфины помогают Пусть посмотрят, что у нас там Субтитры сделал DimaTorzok Возьми ведро, Андрюха Не, ну подожди, подожди Ну а что мы можем сделать, блин? Надо, блядь, шланг Или завтра заново, ну туда его выкинуть и все А что там со шлангом? Мы пока предполагаем, что через вот эти люки вода затекает Их открыть не можем, потому что они чуть примерзли Но еще и небезопасно Ну так все, лап, все это выглядит Идем в 10 Вон сланг полякается за нами Воду откачивал, который Это снег, 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 снег Волны как горы Не видно, конечно Скажем, что там зима Нелегко никому, там зима Это не юг Так Короче Вот так это выглядит Есть Сальник Вот здесь вода идет И есть вот здесь Вибровар Под ящиком Оля, еще? Видишь, комик вот здесь И она не через шланги выходит сюда А над нему заливается То есть она в эту щель попадает И опять льется над нему Короче Вот этот люк оказался не герметичный Так что Жопень Сейчас еще раз Давай, уйди, вода? Да Вода Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! На каких условиях качки Готовим еду Ленусик, скажи пару слов Как тебя сейчас волна Накрыла? Снова 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 Да Ты уже знаешь такие слова Как стабилизатор качки Помпа для сушения Кастрюли Да, стабилизаторы кастрюли Короче Пацаны решили поиграть Настоящих моряков Отключили стабилизатор Вот Как раз когда мы готовим А на ужин у нас сегодня Что там, картошечка, да? Пока неизвестно Пока неизвестно Известна стабилизатора В общем, да Там картошечка варится Если нужно кому брюки накрахмалить Давайте Воду выкидывать не будем Управление нашего корабля Наши красивые яхты Можно спуститься В каюту Компанию Где Отъезжает Команда Вот такая Достаточно крутая лестница Столик Грелочка Потому что прохладно Каюта Где я живу Еще одна каюта И есть еще здесь Душ-туалет Душ-туалет Ну все В общем, сильно красиво Вот Но пока мы сюда не ходим Потому что качает Это самый нос яхты Дальше 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 Из каюты Из рубки управления Мы попадаем В помещение Верхнего уровня Тоже производится ремонт Будет производиться Шикарнейший Лучший ремонт в мире Там лестница На первый уровень На центральный Так скажем Здесь у нас балкончик Можно его так назвать Лодочка Кранчики И опа-на Кальянчик Вот он в комплекте Идет с яхтой Так, проход Левый борт Тра-та-та-ка Балочка Лодочка Моторчик Проходик на правый борт И мы можем Гнать-гнать На нос Быстрее-быстрее Пока волосы не сдуло С головы Ну и со словом Вот он Бак Лебедоньки Ртовые веревоньки Рубка Радар Радар Видит все Издалека Ну и все И самое красивое место Естественно Здесь Каждое утро То дельфины То русалки А вон там Корейский берег Далеке Корейская цивилизация Корейские кореянки И прочая Живность Очень часто Нам вот такие Буи встречаются С флагами Без флагов Они становятся Заметны На расстоянии 200-300 метров Приходится их Обруливать Но самое интересное Что ночью Мы их не обруливаем Потому что не видим А вот Немножко чувствовали Очень Да Пока еще ни разу Не чувствовали Вот Вот такая вот опасная Еще хитрых манипуляций Удалось подключить Спутниковый телефон Не хитрый Может быть и не хитрый Но морду я делал Очень хитрый Все Сейчас скачивается 3 мегабайта Скачивается Вот с такой скоростью 15 хбит в секунду Но Тестовый вариант Сделаем сейчас Вот И будем брать погоду Каждый день Меняется время На судах На судне Поменяли В общем Время Звинули На час Назад Сейчас 1107 1107 Спокойная погода Нормально Крови заливает Все Это практически Историческое событие Суленского масштаба Отлично Причем Обратить внимание На АИС Радар Который позволяет На Гарпоттере Видеть Другие суда Или объекты Ночью без него Очень тяжело Он и днем помогает Но ночью практически Спасает Вот Особенность этой операционки В том что Мы можем навести На объект Мышку И она покажет Где мы пересечем Курсы Где мы сойдемся Вот например Вот с этой лодкой У нас пересечение Курсов будет Вот в этой зоне Очень удобно Ну несмотря на то Что показываются Остальные параметры Курс Скорость Расстояние Вот именно Пересечение Курсов В момент Всхождения Да Вот как здесь указано И подсвечивание Красным цветом Вот это иный Пример лодки Говорит о том Что на нее Стоит обратить внимание Вот у нас Курсы пересекаются И если мы на эту штуку Нажмем Тут даже показано Что мы Разойдемся На расстоянии 0,15 мили Через 7 минут 31 секунду Очень радар Тоже особенность радаров Тут именно этого В том что он Показывает тень От объектов Ты убери ее Зачем Она полезна След След Это очень важно Просто откуда Это судно Приближается Или объект К нам Илья Или вообще Относительно нас Как оно двигается Очень удобно У тебя даже есть Пересечение Пацаны Меняют лампочку Смотри как это выглядит Страшно Опасно Пиздец Балансеры Ходовой огонь Сгорел Ну что Сделали Все Теперь Масс Видно будет С левого борта А вы слева Какую лампочку поставили Зеленую Или красную Лампочку красную И лампочку красную Центральный вход Сейчас в яхте Проявляется реконструкция Соответственно Здесь все В виде ремонта Это наша кухня Где мы готовим еду Дальше У нас здесь Ну типа туалет Это каюта Тоже ремонт 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 Так И наш склад с едой Склад с едой Часто Захаживают сюда Некоторые ребята Так Лестница Второй этаж Мы оттуда только что пришли И лестница вниз Где живет Еще Ребята наши живут Каюта первая О, тут вообще Отдельный душ Кроватка Все красиво Еще одна каюта Здесь на четверых Детишечек Свет надо выключать Мы экономим свет Дальше Стиральная машинка Сушка И там две каюты Они в режиме ремонта Сейчас Вот такой вот пароход Очень интересно Нам тут идти Продолжаем ликвидировать Проблему нашу Вон баночку Баночка полная воды Все Зато мы будем знать Поступает Не поступает Можно пробку Как бы Нем сделать На шланг Подкачиваем воду Далее Герметизируем Вот таким герметиком Все Лучшие профессионалы Работают Лучшие профессионалы Профессиональные Профессионалы Вообще Вот Сейчас все будет В каждом люке Доработка маленькая Дренажный шланг Вот с этого Припуска Заходит Соответственно Внутрь Конструкции И здесь нет сальника И так В каждой Соответственно Когда полная Полный контейнер Набирается воды Все это затекает Ямку И соответственно Здесь то же самое Да Класс Ликвидируем остатки Из каструя Просушим Немного И будем герметизировать Семен в жилете Главная безопасность Также сейчас Со вторым баком Постуком Подкачиваем воду Там Семен вытаскивает Заглушку Этот шланг Ведет напрямую В яхту Вот такая вот Заглушка стояла Ну ни о чем Нае так скажем Через нее тоже Попадала в лодку Вода Так что Там открыли мы Два кинстона Этот и в той Шпации И такой же Точно Все это затекает У нас Так Идем с Андреем Машинное отделение Вот Вот Из-за Эти Разланга Черт Двойная Вот эту воду мы и принимали Чернобыльские ликвидаторы Действия Короче Вот так все Загерметизируем Болты затянем Будем наблюдать Уровень растет Мастерство тоже растет Педали Вот это ровные швы пошли у нас Двуха дает Семен размазывает Спустя каких-то 20-30 минут Мы замазали Четыре люка Люка под люка Или люка Скайуокера Короче Не разобрались Кто здесь кто Вот Домазывает Семен последние штрихи И сегодня ночью Будем тестировать Себя На водонепроницаемость Ну себя Я имею ввиду Пароход Пока мы работали У нас разморозилось Меско Сейчас мы будем Из него что-то Забабахивать Все как дома Чокопайка С ветром Совсем Другая погода Да Погода как раз Так у нас новый день Мы подходим К японским островам К проливу Название которого Сложно выговорить То ли Тойота То ли Сузуки Уже японские рыбачки Тут на горизонте Есть кнопка Называется Омыватель стекла Я сейчас ее нажму Все нажал Четыре раза Вот подошел Омыватель Сейчас он будет Омывать И давай Еще раз Что-то не заработало С первого раза Смотри И Ням Давай 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 Молодец Дворники Чпел 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 Вот Хорошо Кто переключил Программу Кто переключил Там была Передача В мире животных А сейчас Юмористическая программа Как это Вот Проходим В пролив Здесь мост Вот такой мост Вот такой замечательный проливчик Очень узкое Оживленное движение Там ребята Рулят Управляют Погодка Вообще Супер Течение То ли встречное То ли попутное Пока непонятно Еще одни блогеры Бифо блогеров Че ты 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 Это мой контент Радар Радарит Фара Фарит Колокол Колоколит Все Будем идти Прикрытыми островами Ведемся в сторону Окинавы Работают четыре руки Только что мы услышали сигнализацию Вот этого прибора Короче Короче Сколько тут проводов Видали Роста Все в проводах Кто то и тоже сделал Кто то здесь разбирается Ё-моё Че 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 Небудь Испортится Хрен Разберешь Приступили к ремонту Спецсредства для ремонта Здесь есть Что то Не очень то работает Семен там чинит Смотрите где он Смотрите Вон он где то в шахте Там Ноги его Сам Семен там Что то ковыряет Говорит кабель отвалился Семен Прокоммертируйте Ситуацию У меня уже нету комментариев Одни эмоции Я так и думал Что Эта ситуация Останется без комментариев В тревожную минуту Очень хочется есть Кушенка Экстра Держите Тревожные Экстремальные Моменты Нам дали задание Поменять лампочку Вон там На Радаром огне Тут белый огонь Вот Для этого Нам сначала Выключить радар Чтоб не облысеть Тут кстати Джакузи есть Это верхняя палва Видом вообще Просто Космический Так что Идем выключать радар Берем лампочку Лезем туда По вот этой лестнице На этот спойлер Туда Если на спойлер Радар отключили Там наши фолловеры Сейчас будем менять Амурным лампочку Которую нам принесут Еще одно Чтобы поменять Вот сюда Вставить Посмотрим Что у нас здесь есть Антенна радара Антенна спутникового телефона 1,2,3,4 штуки GPS антенны 2 антенны Для радиостанции УКВ и КВ Диапазона И Компас Антенна компаса Фурно Так Что еще Антенна радара Ну и конечно Зажимать Замечательный вид Со спойлера Кстати Мы пока на ремонте Стоим без хода Там вдалеке идет корабль Там идет корабль Мы куда-то Прежде все подчинили Просто Смотрите Сколько выключателей Для того Чтобы Просто Что-то заработало Включили Еще здесь Еще здесь И теперь Нажимаем на ручки А не перестань Включать Ставим руль Отлично Ну что Поехали Так И что тут у нас происходит Мы готовим еду Сегодня Паста Бал яназа Коля-коля-коля Пастарян Котовится Под макарон Из кипелого Да? Закидываем Помодор Ты же мой любитель огурчиков Сочный Ленка Не держи его так близко К лицу К твоему могу подержать Спасибо Ладно Семен Когда будет готова еда 15 минут Хорошо Сейчас вот это все Мы обязательно съедим О, кстати Почему никто не рулит? Э? Нам Да Окинавы 375 миль Примерно придем В 4 утра 9 числа Погодка шепчет Можно, кстати, выйти на улицу Посмотреть На природу Погодка Вообще Как в Владивостоке Летом уже Вот у нас Видишь Что происходит Зарядник Булк Кишет И ошибка У нас Продолжается Творческий Процесс Работа Идет Что-то там Они делают Видать Чистят Сейчас попробую К ним с другой стороны Пролезть Здорово, ребят Ну что Нашли косяк? Пока Почистили Почистили Ну всегда Мне папа всегда говорит Если компьютер не работает Надо его пропылесосить Да, да, да Кстати, тема У нас же есть пылесос Давайте пылесос сюда Я не могу Я снимаю ОК Так И у нас Новый день Это 8 декабря Мы Продвинулись За ночь Неплохо За сутки Прошли 230 миль С остановочками На ремонте Небольшой Посреди моря Океана Все Опять стабильно Приборы работают Но По традиции Опять что-то Надо починить Перетащили пылесос Будем сейчас Что-то пылесосить В море Никого Расходимся Раз в час С какими-то Кораблями Грузовыми Вот К вечеру Ожидается Усиление ветра И Волна 3 4 5 6 7 Метров Вот Люди за нас переживают Как это будет Посмотрим Что за херня происходит На яхте Почему ты Помытый и чистый Что случилось Андрей Ты влюбился Куда ты пошел Вышел на бак Посмотреть Как тут дела Погодка Вообще Градусов 20 14 3 Где-то У нас 9 утра Ну вот так Там выглядит Очень красиво Сегодня планируем К вечеру Быть у первого острова Недалеко От Икинавы И На всякий случай Идем к нему Чтобы Если что Спрятаться От Сильного Восточного ветра У нас на борту Установлена система Стабилизации С двумя плавниками Справа левого борта Которые отрабатывают Качку Для того Что в команде И пассажирам Было комфортно Отличная система На самом деле При боковой волне Очень сильно Помогает То есть Наверху видно Крен Судно Справа слева Это угол Поворота плавников Ее можно Отключить Естественно Можно выставить Плавники на ноль Она чуть-чуть Возможно Крадет скорости Мы замечали Буквально Две Три Десятых Узла Вот Но Вгруженное судно Как у нас Без Системы стабилизации В открытом океане Очень некомфортно Очень некомфортно И соответственно Даже вот Вот так Бутылка стоять Уже не будет Все будет летать Падать Прыгать Вот Вот работает плавник Это система стабилизации Левого борта Постоянного движения Для того Чтобы наш Наша замечательная Яфта не раскачивала На волне Сейчас дует ветер Больше 20 узлов Волна Полтора метра С кормы Вот Стабилизатор Отрабатывает Вот смотрите Еще Установлены такие Мониторы Которые показывают Обороты двигателя Температуру охлаждающей жидкости Давление турбины И давление масла Значит Сейчас При этих оборотах Один двигатель А у нас их на яхте Два Расходует На час 25 литров солярки 25 литров Если мы Раскрутим турбину До 1,1 бар Или 1,2 То потребление топлива Будет 75 литров в час Представляете Но эффективности Никакой не будет Потому что Яхта ускорится Всего лишь На 1 узел То есть 1 узел скорости Может стоить 50 литров солярки На двигатель Представляете Это очень много Вот Ну а сам Запас Топлива На нашем судне По-моему 28 тонн 28 тонн То есть При экономичном использовании При экономичном передвижении Рейндж Да Это Дальность Хода Австановного Может быть Очень большая Вот эти два малыша Первый Второй Чтобы ее в море не сдуло Там уже две завели Стропки Сейчас еще здесь Забабахаем Вот Ноги вот суровые У нас будние Все Никуда не денется Если нужно на кухне Кому-то сделать Вызывайте У нас опыт есть Все Жестко Сурово Жестко Сурово Все Вот так По-другому не умеем Сейчас сварим курочку А потом добавим туда пельмешки Курочку сваренную Отнесем на гриль У нас есть гриль И это будет Ужин просто Белиссимо Граци Это наша позиция Капитан Вечер Чапанкосгард Чапанкосгард Мотойют Порфелезе Скажет вам Как вы уже знаете Как вы уже знаете Нет ответа Медий Отчет Тухину привет Наха под контрол Наха под контрол Это мотор Мотойют Порфелезе Пришли Пришли Ченнел 16 На заднем фоне Идет допрос Чтобы попасть в порт Нужно пройти Пройти жесткий опрос Чуть ли не до номера Снилс Все рассказать Вон там Таич капитан С главным рулем Что-то решают А мы пока сидим Бдим Подошел Хасгард Сценил обстановку Понял Что короче Не издюжит И решил отвалить Мы ему просигналили Два коротких Один протяжный И три зеленых Свистка Короче Он не понял Ни хрена Прорвались Вот в порт Наха Очень сильнее Прорвались Мы готовим Швартов Перевки Перевки Разложили Вот там Держается Подуважка Жесткая Двадцать пять Да-да-да Это вниз загорелся Два зеленых Свистка Двадцать Так что у нас Оформление идет Да Нас принимают Или нас не принимают В общем Какой-то движ Ланшик не заметили Сейчас будем Андрюхин И Джей Крузер Покупать запчасти Каждый нервничает По-разному Когда Швартуется В Японии Без документов Семен Например Вставляет лампочки И пацаны Короче Спустя Три часа Допросов Обысков И прочих Оформлений Документов Нас Выпустили На берег На десять дней Дали разрешение Ходить Чинить пароход Короче Сейчас у нас ужин Потом Ляжем спать И завтра С утра займемся Ремонтом Яхты И дальше Наверное Что-то Посмотрим Здесь Вроде говорят Остров Красивый Всем привет Сегодня Десятое декабря Нас выпустили На берег Масочки Тестики Все как надо Все мы делаем Вон там Ребята Спереди Вон там Вот У всех Есть Дикое Желание Позавтракать Холодным Пивом И съесть По кусочку Сурой рыбки Так Ну мы добрались До нашего Первого пункта Назначения Пивный Рыбный Ресторан Работаем Мы все Очень довольны Отдельно Отдыхаем Заряжаемся Эмоциями Положительными Так Смотрите Позади меня Взлетная Посадочная Полоса Аэропорта Наха Сюда Садится Каждые Пять минут Самолет Вот Очередной Такой Потрясающий Вид Открывается Здесь Еще здесь С видом На взлет И посадку Самолетов Расположены Каскадом Куча Кафе Или Маленьких Странчиков Где можно Выпить Пивказ Есть Вкусная Таха Или еще Что-нибудь Вот Наши Поклонники Подтягиваются Поклонники Подтягиваются Значит Куча ресторанов Я не знаю Тут 3-4 уровня Лестничкой Расположены Такие Кафешки И здесь Очень миленько Очень много людей Достаточно Свежо Не жарко Будет ветерок С моря И отличный вид Собственно На океан Очень классное место Очень классное место Треться же Говорят Техсмены Плохо живут Нет Ребятки Сейчас гадинки Хорошие молоденькие Вот Ножечка Просто Делаем Судьба Очень Скудная Пища В этой Японии Это все Свинина Пакостная И жирная А здесь Ребятки Посмотрите Обратите внимание Это Детичное О чем Будем делать Сейчас Ковидный тест Как в старые Добрые времена Как в новые Добрые времена Самое интересное Что нам Выдали тесты Бесплатно Совершенно Безвозмездно Значит С нас Сопли С них Тесты Два теста Надо сделать Один Воскресенье Один в понедельник Вот Хотя По городу Гулять Уже можно Палочка Вот эта Штука Дрюка Которая Что-то будет Показывать Короче Если вдруг У нас есть Зараженный На борту Сжарю Палочку Готово Сегодня Сегодня у нас Продолжается Экскурсия По городу По острову Сейчас едем Куда мы едем Понятно Мы едем На эскалаторе Сейчас поедем На монорельсе Потом на автобусе Мы едем В самый большой Японский аквариум Который как раз В этом городе В мире Хрен с ним В мире Второй Самый большой Первый В Владивостоке Вот Монорельс уехал Мы опоздали Как обычно Там На заднем фоне Сооружение В виде Какого-то склепа Непонятного Это Какой-то музей Очень надеемся Что попадем Если времени хватит Очень похож на Какой-то Замок Крепость Непонятную Так Непонятная Там Непонятная Эта Там И Там О ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня ночью поднялся ветер, очень сильный ветер на берегу. Естественно, мы никуда не собираемся идти, поэтому пока просто знакомимся с достопримечательностями местными. Ходим по паркам, кафе, ресторанам, в общем, кушаем, отдыхаем. Доброе утро! У нас 14 декабря, 9 часов утра. Идем с попутной волной. Волна по высоте метра 3, до 3 метров. На видео, конечно, все это не передать, но вживую выглядит очень-очень угрожающе. Но для нашего замечательного парохода эта волна никаких проблем не составляет. Вот-вот, видите, накатик какой. Опа! Ну, немножечко качечка есть, но мы уже за время перехода привыкли к этому всему. Ты что, решила завести домашнее животное? Да, я думаю, кошке понравится. Сушеная корюшка с крыльями, серьезное дело. Вот так у нас утро началось. Семен спит. Добро пожаловать в мир глазами Николая. Один из элементов любого судна, естественно, являются бортовые иллюминаторы, которые установлены в каютах для пассажиров и команды. А важнейшее правило для команды, опять же, и пассажиров, это держать эти иллюминаторы закрытые во время переходов. Потому что волна может накрыть. Вот сейчас этот иллюминатор закрыт бронепластиной, которая дает дополнительную защиту. Но ее можно поднять и, соответственно, увидеть. Вот так она поднимается. А там, соответственно, мы видим море. И написано красными буквами Keep shut at sea. Закрыто в море. Должно быть закрыто в море обязательно. Также вот и в каюте на иллюминаторах такая же надпись есть. Все это для безопасности. Для некоторых иллюминаторов, в том числе и для вот этих бортовых больших, есть вот такие бронелисты. Это из алюминия 6-мм сделаны. В случае разгерметизации кабины, так называемой, ну, мало ли что может произойти, то снимается деревянная обшивка и устанавливаются вот такие бронелисты с помощью крепежных винтов. Ну, там, конечно. Вот так это выглядит в обед. Волна поднялась до 3-4 метров. Вот, можно только по тому, как замывают ранец, увидеть, насколько мощно все. Да, это, конечно, не передать через видео. Вот эта трансовая платформа просто перемывается водой во все стороны. Там дальше вот нагоняющая волна. В общем, осталось около 200 миль. Итак, кто был в Японии, тот знает, что в Японии очень популярное казино Починка. Ну, а Починка на нашей яхте – это совершенно другое. Вот сегодня у нас была очистка фильтров системы охлаждения двигателей. И вот это, вот такое вот ведрище песка, ракушки, мы достали из первого фильтра. Сейчас будем чистить второй. Сейчас берем интервью у главного начальника технической службы. Он же топливозаправщик. Он же работник с гидравликой. Он же работник по заматыванию изолентой всяких труб. Он же и повар. Он же парусный сутенер. Он же профессиональный их смен Семен. Что ты скажешь по этому поводу? Как мы докатились до вот этих вот 4-метровых волн? Скатились, скатились и докатились. Нет, скатились. Говорят, что когда прикачался на волне, на гладкой волне хреново становится. Как думаешь, что будет, когда мы дойдем до ровной воды? Я думаю, что будет лучшее настроение поднимется. Я смотрю, настроение у нас поднимается и так? Это Coca-Cola. Какой план на завтра? На завтра мы так же двигаемся, ребята, в сторону Subic Bay. Корабль отличный. Экипаж превосход. Все моряки сжены. Даже сжены, а не сжены. Поэтому, ребята, спасибо экипажу и кораблю, что нас везет, а мы едем. Или идем. Сочай. Это местные рыбачки. По ночам они днями и ночами ловят рыбу. Ничего не боятся. И я сомневаюсь, что у них есть техосмотр ГИМС. Вот так эти гангстеры рыбные выглядят на радаре. Когда вода гладкая, их видно хорошо. А ночью во время волнения... Да, я с ним свяжусь. Я с ним свяжусь. ...фактически их не увидеть. И вот так. Обруливали как могли. Здесь есть возможность... Потом перестали, они сами стали отбегать. Тяжелые будни закончились. Коля пошел купаться. Остановились, чтобы искупаться в этом замечательном море. Без всяких головок. Опа, пошел. Фу. Ох, страшно, ёпта. Коля, давай. Вспух, хорошо. Моё, ё-моё. Коля, супер, молодец. Как водичка? Скажите всем привет-привет. Ого, гайс. Я волью. А, вообще булё. Лучше нам не завидовать. Лена, давай вперед. Ого, вон летучая рыба, смотри. Что мы делаем, Семен? Жарим нож или что? Жарим нож. Греем посередине. Что у нас происходит? Сейчас мы будем резать белый треугольник. Так. Да. Мы нарезаем ткань. Ткань нарезаем, потому что мы чуть-чуть забыли флаг. Да, Семен? Да. Есть такое дело? Это не первый флаг, который мы забыли. Продолжается урок творчества и шитья. Значит, на заметку. Немного рекламы. В Реалмэне продается 55 разных видов флагов. Это только по странам и прочим. Не считая размеров. Вот. Ну, а мы как, так скажем, нам далеко было идти, поэтому мы решили сами сшить. Вот. Вот сейчас вот вырезаем 6 звездочек, потом еще какую-то еще фигню. Производство флагов. Нарезали звезды. Сейчас вырезали трафарет под солнышко, потом вырежем солнышко. И это все прихреначим. Вот на те треугольники. Короче, просто, да. Благодаря совместным усилиям техники вышивания и степлеру, и степлеру, да. Был соткан вот такой флаг, уникальный, единственный в своем роде, двухсторонний. Сейчас мы его поднимем в знак признания нами данного острова филиппинским. Ура, товарищи! Ура! 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 Бэй, ищем парковочное место. Тонкая работа в четыре руки. Подходим на якорную стоянку. Подожди, я ее уже обхинять. Эй, вроде блядь, откидывай, откидывай до конца. Придержать не надо, если все, еще все. итак у нас утро нового дня и мы получили информацию о том, что нужно прийти на стоянку, попасть в эту ячейку задним входом. Благодаря Семену мы туда попадем без проблем. Это будет великолепно. Принимаем, принимаем. Сейчас наложим на лебедку. Ну вот мы и встали на стоянку. Осталось только присниться и передать лодку в руки мастеров. Это было здорово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...